Приветствую вас, поскольку вы мало написали, то мой ответ будет состоять по большей части из предположений, но тем не менее предположений, основанных на, скажем так, моих знаниях, опыте и так далее. Первое ваше предложение звучит так. Я по жизни очень сильный человек. Ну, с учетом того, что на данный момент вы не можете понять, что с вами происходит, я полагаю, что в некоторой степени ваша сила, она была несколько негативной по отношению к вам. Что это значит по факту? По факту это значит то, что вы, возможно, свои аналитические способности, чересчур аналитические способности, которые в психологии принято называть рационализацией и интеллектуализацией, называли силой. Возможно, вы силой называли какие-то другие свои качества и называете до сих пор, которые выручали вас, конечно же, но, которые, тем не менее, по итогу привели к тому, что те аспекты, которые вы не замечали раньше в себе, то есть именно речь идет об аспектах, которые которые можно назвать, да, то есть вот если, например, если говорить, да, о том, что вы сильный человек, да, если вы сильный человек именно, вот, то в этом случае можно сказать о том, если вы сильный человек, какую пользу приносила вам ваша сила, да, по жизни вообще. То есть, ну, вот, как она себя проявляла, эта сила, вообще, да. И, соответственно, сравнить этот эффект с тем, какой негативный аспект формировался у вас в результате действия вашего характера, в результате действия вашей силы. Ну и, конечно, было бы очень неплохо, было бы очень неплохо, если бы вы сформировали свое понимание силы. То есть, что есть сила и так далее. Вы говорите, что вы не понимаете сейчас, что с вами происходит. И я думаю, что связано это с тем, что все задачи, которые были у вас, которые стояли перед вами, все задачи, они решали с вами репродуктивно, то есть, единственным способом. И когда случилась определенная ситуация в 2010 году, вы не смогли отреагировать на нее адекватно. Ну или, или говоря грубо, да, говоря грубо, значит, говоря грубо, вы не смогли отреагировать так на ситуацию, да, как нужно было отреагировать на нее, то есть вы пытались реагировать на нее так, как обычно реагировали. Но, поскольку, так как обычно не получалось, то вы оказались, я так подозреваю, в тупике. И из этого тупика до сих пор не можете выбраться. Почему? Потому что, то, что вы считали силой, скорее всего, на самом деле было лишь ограничением для вас, было лишь таким искусственным, искусственным, возможно, упрощением, искусственным упрощением было ситуации, вот, которое вы называли силой, вот, ну, возможно, и называете до сих пор. И, соответственно, именно по данной причине, именно по данному основанию, то, что с вами происходит, сейчас, да, и имеет место быть. Соответственно, чтобы понять, что с вами произошло, и чтобы понять, как из этого выйти, достаточно расширить ваш кругозор, и, возможно, принять то, что раньше вы считали слабостью. Потому что, если человек говорит, что он сильный, значит, есть какие-то аспекты, которые ему кажутся слабыми. А слабость, это то, что человек не принимает, а поскольку слабость есть то, что является, значит, частью человека, то получается, что вы не принимаете, в общем-то, частью себя, да, получается. Вот, и именно потому, что вы не принимаете часть себя, вы не можете полностью раскрыться на своем жизненном пути, и именно поэтому игнорируете то, что происходит с вами. До какого-то момента у вас игнорировать это получалось до какого-то момента. вот, а потом, после этого, после того, как, вот, значит, ну, была достигнута определенная точка невозврата, но игнорировать это больше стало нельзя. Ну, а вы, соответственно, не имеете никаких средств для того, чтобы сделать что-либо с этим моментом. Я думаю, что именно так можно ответить вам на вопрос, естественно, ответ этот общий, но и вопрос у вас тоже общий, вы даже не задали никакого своего вопроса. Поэтому предлагаю вам задать вопрос, все, что исходя из этого, дальше работают. Для начала, конечно, нужно разбираться с тем, что произошло с 2010 года и продолжает происходить. Почему вы не можете разобраться и для чего вам вообще нужно разбираться. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.